Объединиться и действовать. Вернуть мир в Украину. Четырежды народный депутат Украины, сбежавшая из страны перед началом полномасштабного вторжения России в Украину, это все про Наталью Юрьевну. Идет корабль в родную гавань, да, он идет на маяки. Журналисты проекта «Схемы» нашли недвижимость в Подмосковье, которую Королевская в течение 16 лет скрывала. Оказалось, что еще с 2005 года Наталья Королевская является владелицей земельного участка под Дмитровом в России. У нардепки нет недвижимости в Дмитрове, но есть в Дмитровском районе. Домик Королевская находится всего за 70 километров от Кремля. Ее дом расположен на земельном участке в селе Круглино Московской области. В садовом обществе Острецовский. Дом небольшой, но главное его расположение. Курортная зона возле леса, через дорогу Эохрома парк, гордолыжный курорт. Ни в одной декларации, будучи депутатом в Украине, Королевская ни разу не обозначила данный дом. Хватит жить в иллюзиях, что кто-то за нас будет воевать. Никто не будет. И поэтому только путь переговорного процесса. Пока 9 лет гибли люди на Донбассе, у Королевской было свое пристанище. Каждый защищает себя, свою семью, свою страну. Наталья Королевская увлекается лошадьми, коллекционирует дамские шляпы и фигуры слоников. Но главная ее цель в жизни – служба стране-агрессору. Добрый день всем! Спасибо! Спасибо, что вместе! Королевская всегда исповедовала пророссийские взгляды. Добрый день! Самые сильные, самые смелые, самые настоящие. Она заявляла, что украинский язык – это формальность. Кишки-то цюценята чистом не могут покупать себе в кишечных магазинах. Она не признавала, что Россия осуществила военную агрессию в Украине в 2014-м. Вы сегодня контролируете границу? Нет, не контролируете. Наталья Королевская – уроженка Луганщины. Старший брат помог ей со стартом в карьере. Она работала директором в компании, занимавшейся металлом. Это должно быть все в одно касание. Брат Королевской Константин связан с российской политикой. Он был заместителем министра регионального развития Российской Федерации. Получил даже орден за заслуги перед Отечеством. Яблоко от яблони, как говорится. Наталья же была в списке самых богатых людей Луганской области. И давать возможность каждому зарабатывать. В детстве Наташа, мечтавшая стать математиком, в 2000-х ушла в политику. Ну, это вообще что-то неадекватное. Сначала она вошла в состав блока Юлии Тимошенко. Правительство работает хорошо. Народ живет плохо, потому что не работает в правительстве. При Януковиче в 2012 году она была сопредседателем группы по межпарламентским связям с Российской Федерацией. Это именно то, что должен рассмотреть украинский парламент. После побега Януковича Королевская баллотировалась в президенты Украины от партии, названной в честь ее самой. Наталья Королевская «Украина вперед» и заявляла, что она оппозиционерка. Мы были в оппозиции к режиму Януковича, и мы остаемся в оппозиции к режиму Януковича. Я боролась за освобождение Юлии Тимошенко, и мы продолжим нашу борьбу. Украинская Собчак, которая пытается всячески показать, что она против власти, уже в правительстве Николая Азарова была министром социальной политики. Мы знаем, что правда сегодня на нашей стороне. Тогда и раскрылось очередное вранье Королевской. Она не смогла подтвердить наличие высшего образования. Королевская на самом деле не теряла документа о высшем образовании, а просто у нее его нет. А после Майдана быстренько покинула пост министра. Продолжим карнавал добрых наморев. Именно тогда Королевская перестала скрывать любовь к России и вошла сначала в АПОБЛОК, а потом в оппозиционную партию за жизнь. Вместе со своим мужем Юрием Солодом, которая всегда финансировалась Кремлем. Под своим руководством и гречка с сеянием. Для детей, многодетных семей, одиноких пенсионеров. Она провела в политику немало коллаборантов, которые предали Украину и перешли на сторону врага. Объединяемся. Вместе мы сила. Как бы Королевская не старалась взять под себя восточный регион страны, люди ее не воспринимали как достойного политика и борца за целостность Украины. И на грани фола. А вдруг пронесет. Ее обливали зеленкой в Славянске в 2016-м. А в 2019-м обсыпали мукой. Детей она также затянула в политику. В 2020-м году ее сын стал депутатом Краматорского городского совета от партии ОПЗЖ. Нас бьют, а мы летаем. Все выше и выше. Часть заработанных кровавых денег Королевская хранит в криптовалюте. По-человечески, по-людски. Машины, недвижимость. Все записано на родителей Королевской. Россия сделала большую ставку на таких, как Наталья Королевская. Они вливали в их поддержку миллионы. Годами. Но вышло так, что сломить Украину и прогнуть ее под Россию у этих пешек Кремля так и не вышло. Живута, пункта, Руси! Живута, пункта, Руси! 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 Руси!